Управляющие компании всего лишь подрядчики, а хозяева домов жильцы. Еще раз напомнил горожанам в рио губернатора Виктор Толоконский на встрече с кленами Совета многоквартирных домов. Напомню, в середине августа руководитель региона уже общался с представителями управляющих компаний. Для того, чтобы глубже разобраться в проблемах ЖКХ, он встретился и со второй стороной, в которой отстаивают интересы собственников квартир. Репортаж Виктории Столяровой. Окунуться в жизнь рядовых горожан и поговорить о проблемах собственников жилья. Виктор Толоконский встретился с представителями Совета многоквартирных домов Красноярска. В актовом зале ДК 1 мая собралось около 600 домоуправов. Самым острым вопросом стала смена управляющих компаний. Участились случаи, когда жильцы хотят ее сменить и не могут этого добиться, потому что действующая не хочет сдавать свои полномочия. На этот счет у в рио главы позиция жесткая. Жильцы, приняв решение поменять управляющих компаний, не могут этого добиться. То не отдают им документацию, то не подписывают какие-то акты. Эта ситуация характеризует нашу слабость. Слабость власти. На самом деле, я всегда при такой ситуации требовал три дня. Три дня и не подсумки. И если у нас будет жестко, то, поверьте, никто ничего не будет. Руководитель региона пообещал взять эту ситуацию на свой контроль и подчеркнул, что любые управляющие компании – это подрядчики, и они подчиняются жильцам. Это не их дома, не их дворцы. Они вам мешают. Но я прекрасно опять понимаю, 300 квартир – не забавно. Представители Советов многоквартирных домов остались довольны встречей с руководителем региона. Он ответил на все их вопросы, и ни одна проблема не осталась в стороне. Очень хорошее впечатление, когда он сказал, что мы для нашего ЖКО не собственники, а только наемники. Мне это очень понравилось. Особенно, как новая 4 наша работает, это ни в какие обороты не входит. Сейчас в Красноярске действует более 4 тысяч советов домов. И Виктор Толоконский особенно подчеркнул важность работы председателей таких общественных организаций. Он надеется, что этот людской отклик поможет краевым властям решить главные задачи в сфере ЖКХ. Виктория Столярова, Алексей Егоров, Афонтова, Новости.